и снова всем здравствуйте друзья мои очень рада что вы выбрали мой канал и что вы со мной приветствую всех вас поздравляю с праздниками наступившими и давайте смотреть спускаюсь я еще в одном месте к океану сейчас хочу вам показать этот тоже очень красивый обрыв эклифт как они тут называют но берег довольно пустынный потому что здесь в основном прогулки это не пляж хотя вы знаете может быть как дикий пляж его и использует кто-то вот еще один красивый уголок нашего острова сейчас покажу вам вокруг панорамку а сегодня к сожалению у нас дождик моросит вы знаете не очень будет ярко и красиво все это выглядит но я думаю что все равно мы увидим все что нам нужно и при том что знаете вот эта та погода она как раз такая чисто английская это домик называется чайн и нэн это пап в общем должен был быть но ведь написано что ссори но у фуд но у теор кофе и ничего в общем то нет сейчас посмотрю если да нет наверное внутренном не зайти зашла я внутрь все таки но видите они сегодня не обслуживают и просто мы можем посмотреть kitchen close написано кухня закрыта просто вот на веранде здесь люди сидят бывает отдыхают неплохой такой уголок это вы знаете тут здесь рядом музей сейчас вам покажу такая обрыв такой как бы на вот этот клифф и чайн по-английски называется здесь такой обычный пап можно сказать и так что это папа или или может быть просто место для а нет на втором этаже у него видите отель а я вот и сказали что закрыта и даже в отеле там мест давным-давно не предоставляют ну посмотрели вокруг это хорошо вот здесь вид такой красивый ну и вот этот вот я вам покажу сейчас издалека это такой как он по-нашему-то по-русски называется боже но расщелина такая наверное между двумя горами как вот называется и здесь у них музей называется чайн по-английски ну вот видите там на той стороне можно идти специальная такая тропинка для посетителей здесь еще при том надо деньги заплатить чтобы посмотреть ну там мы были там просто проходите вот такие отвесные с двух сторон обрывы и где-то наверное срывается вода типа маленького такого водопада посещают туристы летом ну а сейчас все закрыто конечно же там тоже вот внизу еще одно кафе видно вам не хотела спускаться здесь довольно отвесно спускаться туда к этому берегу океана но там тоже два таких живописных коттеджа старых с соломенной крышей наверное все таки я спущусь и вам покажу так вот вы знаете у меня тут спросили тут женщина спросила я не знаю у нее такой ник длинный трудно запоминающийся даже не знаю как зовут вот эту женщину но она по-моему мой давнишний подписчик и часто пишет мне комментарии и вот она написала вопрос вот как бы нам сходить в музей агаты кристи и посещали ли вы этот музей а потом еще она недавно написала другой вопрос бываете ли вы в каких-то родовых замках и в родовых поместьях пишет что знает она что вот родовые замки здесь открываются бывают для посетителей вот хочу ответить на эти два вопроса музей агаты кристи я не посещала никогда даже честно говоря у меня и не было интереса да я и не знаю даже где он расположен но по идее все это можно найти в гугле википедии посмотреть но наверняка музей агаты кристи находится не на нашем острове ехать специально в этот музей как-то нет у меня желание честно скажу вот я хочу сказать по этому поводу то что я была в музее шерлока холмса там у нас есть такой музей на бейкер-стрит и даже есть такая остановка в лондонском метро это в лондоне конечно же в лондонском метро есть такая остановка именно называется бейкер-стрит где якобы вот как писал конан дойль и жил этот знаменитый сыщик шерлок холмс у меня есть фотографии этого музея он небольшой он также уже довольно старый как и все здесь в англии вы знаете функционирует давно конечно же музей открыт для посетителей и мы там были с моим зятем с андреем когда я его возила показывать лондон и он первым делом попросил вот этот музей шерлока холмса и потом он попросил еще меня побывать вот в этом знаменитом доме в котором битлз записывали свои альбомы напишу вам название и фотографии покажу может быть кому то интересно фотографии у меня есть выложу мы посетили когда вернусь к музею шерлока холмса ну там знаете скрипучие полы такая сделана как бы обстановка вот тех лет какие-то сидят фигуры в человеческий рост ну типа манекенов наверное за столами там в цилиндрах вот и какие-то старые предметы обихода это трубки скрипки так как этот герой конечно был вымышленный так и это все конечно нельзя сказать что это принадлежало шерлоку холмсу но интересно вы знаете так вот мой зять андрюша он почему пошел в этот музей потому что его всегда конечно удивляло и всегда он он вообще не поверил в начале когда я ему сказала какая у меня будет фамилия новая он не поверил он решил что я шучу когда я сказала что я миссис Хатсон он просто хохотал и ну был в полном восторге надо же так легко запомнить и что вот практически я сошла со страниц Конан Дойля и знаете интересно что когда мы пришли в этот музей и он все искал где же там какие-то надписи про миссис Хатсон и вдруг он увидел там девушка ходила в таком старинном наряде по-моему так вот она как раз изображала вот эту миссис Хатсон и он к ней радостно подбежал и сказал что ой вы знаете мы пришли в этот музей специально вот посмотрите my mother-in-law значит вот она миссис Хатсон но девушка его восторгов не разделила она так уныло сказала да 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 фамилия довольно распространенная но и мой Андрюшечка был конечно немножко этим удручен что вот так вот только он был рад что фамилия у меня такая смешная а все остальные приняли это в общем то вполне обычно с трудом вскарабкалась опять на гору наверх ой как же здесь наш остров весь гористый видите какая у него здесь местность эти обрывы огромные эти самые ущелья просто запыхаешься ходить посмотрите внизу всадник на лошади круги нарезает видите я увидела и вспомнила сразу Марокко знаете когда я была в Марокко там очень часто скачут эти марокканцы на конях вдоль пустынного огромной длины пляжа я была там зимой как раз вот в декабре в шестнадцатом году так вот там скакали эти на лошадях всадники красивые а еще степенно ходили на верблюдах тоже ну наверное искали кто хочет покататься да так вот мы с Андрюшей тогда посетили в Лондоне такие необычные места еще мы с ним посетили музей Джека Потрошителя вы не поверите но есть тоже такой музей знаете наверное эту страшную историю про Джека Потрошителя который убивал женщин и вот в этом музее такая случилась интересная история что мы когда туда пришли то оказались там единственными посетителями понимаете наверное какие-то другие места интересны тем кто приезжает в Лондон а такие специфические места вот мы решили посетить только вдвоем там этот музей дом он на двух этажах тоже там кругом эти манекены как у них обычно имитируют все эти страшные убийства ну такое что-то очень все простенько знаете тоже вот и когда мы там стали фотографировать друг друга там есть такие специальные цилиндры плащи палки длинные зонтики вот такое все английское и можно это брать и фотографии одевать на себя там плащ такой просто как накидка вот накидываешь на себя надеваешь цилиндр и фотографируешься ну и значит конечно же Андрей на себя надел цилиндр плащ взял палку красивую с набалдашником в руки встал фотографироваться я стала искать красиво чтобы его сфоткать ракурсы тут один раз сфотографировала второй раз и вдруг вдруг я смотрю у меня на экране на камере представляете такая такой синий шар поднялся такой прямо над плечом у Андрея и так завис завис и потом туда пошел куда-то в другую комнату поплыл я так испугалась вы не представляете хотя я же такая неверующая пока не увижу это все сама но вот когда я стала верещать и Андрею рассказала что вот ты представляешь шар этот шар он так как-то отреагировал ну шар и шар ладно и как-то знаете эта история никого кроме меня не удивила все приняли ее так как есть а я долго не могла успокоиться и даже на этой фотографии потом мы увидели там действительно такой был синий шар ну как светлое что-то такое круглое у него за плечом а тут вот случилась оказия собачка прогулочная навалила я извиняюсь такую кучу огромную что теперь вот эта вот женщина тут полчаса собирала в совочек и видите даже хочет ему прицепить эту какашку чтоб он ее сам и нес а я не могу я же вот не могу мимо пройти посмотрите еще какой дом чья-то усадьба и фонтан тут вам и кусты стриженные и консерватори все что хотите внесен награды видите да и все здесь закрыто вот эти ворота для посетителей конечно же закрыты ну так как здесь наверное какая-то богатая семья проживает уже постоянно наверное этот дом стоит несколько миллионов фунтов стерлингов я думаю потому что у него конечно расположение на таком шикарном месте посмотрите посмотрите вот такие музеи мы посещали конечно же тут рядом еще я посещала музей гибели титаника специально огромный музей я немного об этом рассказывала в саус хэмптоне он находится мы были там очень тоже меня он впечатлил этот музей эти вещи которые нашли когда подняли затонувший корабль фотографии людей погибших полторы тысячи там погибло людей ау грустная история и потом конечно же у нас есть великолепный музей в Портсмоте это музей старинных кораблей не только старинных но еще и современной техники здесь английской какие то там ракеты какие то там крейсеры не знаю но мне это не очень интересно военное все а вот музей старинных кораблей в котором находится самый старый из существующих сохранившихся натуральных и поныне самый старый в мире корабль называется Виктория он деревянный покажу тоже сейчас фотографию вам найду вот и он работает тоже как музей можно внутрь заходить все конечно там платно но в пределах разумного цена такая и там я конечно была даже дважды мне очень нравится этот музей и еще есть один корабль который совсем недавно подняли затонувший по моему в 13 веке в каком веке жил Генрих 8 король английский напомните мне вот который казнил своих и в том числе Анну Болей мать Елизаветы первой английской королевы если вы знаете тоже очень долго правила английская королева которая в свою очередь казнила Марию Стюарт свою сестру шотландскую королеву очень интересные страсти мордасти такие истории здесь и вот это все тут рядом так вот этот корабль подняли он называется Мэри Рос по моему но он весь конечно сгнивший там только остов от него остался и в общем сейчас его там держат в таком каркасе закрытом стеклянном при специальной температуре постоянно поддерживают чтобы он там совсем не развалился ну и конечно же этот остов он ничего уже такого от корабля там и в помине ничего нет единственное что конечно потрясает размеры огромные ну и то что это вот представляете сколько веков назад это было так что понимаете все тут я же говорю куда ни шагни интересно всего посетить я не могу но если даже говорить о том вот меня просили да и вот на этом корабле я не договорила корабль Виктория который на нем как раз был убит адмирал Нельсон про которого вы тоже наверное знаете Трафальгарская битва с наполеоном Нельсон бился и там очень много погибло кораблей и вот по моему в одном из таких сражений был смертельно ранен адмирал Нельсон английский адмирал однорукий а и он скончался через несколько часов от этого тяжелого ранения вот на этом вот как раз корабле Виктория это и случилось все это там нарисовано все это там показано и даже есть как сказать натуральную величину такая скульптура восковая фигура этого Нельсона он такой малюсенький у меня фотография даже есть рядом с ним он очень симпатичный голубоглазый блондин но малюсенький метр шестьдесят ростом и вот как-то за один раз понимаете можно ли вам все это рассказать меня все куда-то заносит и заносит так вот если опять же говорить об этих музеях я свою мысль никак не могу до конца досказать что получается просят меня посещать эти музеи ну единицы наверное понимаете какая интересная история вот я например вас возила Осборн Хаус здесь у нас есть дворец королевы Виктории и Альберта это же просто тоже жемчужина английской истории королева Виктория ее муж немецкий принц Альберт или Альберт их девять детей вот они все жили здесь у нас на острове Уайт в великолепном этом дворце Осборн Хаус он называется там открытый музей действующий я туда вас привозила посвятила этому целый день и даже внутрь зашла ну что-то как-то опять же понимаете нет просмотров для меня имеет значение ваши комментарии ваши просмотры если я вижу что это не пользуется популярностью то я дальше и не снимаю вот такая вот история поэтому понимаете друзья я на ваши комментарии конечно видите реагирую я отвечаю но я для десяти двадцати может быть даже для ста человек я не могу ездить тратить деньги и ходить показывать это все снимать чтобы у меня не было абсолютно просмотров мне это не интересно у меня пропадает всякий пыл и задор вот так вот вам показывать музеи но опять еще одно почему я вам не показываю музеи потому что в основном в музеях внутри запрещена съемка насколько наверное вы тоже можете знать и понимать никто не разрешает делать съемку потому что все это платно посещения платные стоят довольно дорого от 15 фунтов с человека то есть понимаете люди хотят которые там работают они хотят деньги зарабатывать а если каждый будет с камеры приходить делать видео показывать их людям за бесплатно на всеобщее обозрение то у них и перестанут ходить и посещать музеи зачем музей посещать если вы можете все это посмотреть прекрасно бесплатно фильм вот поэтому друзья с музеями не получится опять же все таки же закончу что касается посещения каких-то усадеб и дворцов да вы знаете есть такое дело очень много тоже у нас на острове кстати есть есть я ходила забрела еще в одно чудное место хочу показать вам вот этот вот четырехзвездочный отель шикарный вот это вот у него впереди такой сад покажу вам здесь все что смогу друзья очень красивое место сейчас все как я сказала закрыто да все отели мертвый сезон а мы посмотрим а мы посмотрим вокруг посмотрим все пока нас отсюда не попросят и опять здесь вот это араукария посмотрите и вот такой посмотрите замок это я поднялась ой запыхалась опять на лестницу высоко мы его с вами издалека видели вот это как раз та история о которой я вам говорила бывший родовой замок поместье чьё-то а сейчас аккомодейшн четырехзвездочный отель стоит машина даже боюсь туда подниматься и все-таки поднялась ведь я вы же знаете я же авантюристка вот так выглядит этот старинный родовой замок поместья судя по этим дровам во множестве здесь заготовленным там тоже камины внутри а это вот статуи туда вход в летний сад и вниз к морю откуда я поднялась этот огромный такой дворец он уже наверное не под силу семье содержать и они его сдают сдают его теперь под отель с этой стороны он как-то даже неказисто смотрится вот посмотрите да это я зашла с другой стороны этого здания поместья усадьбы вот так и далеко ходить за примером не пришлось вот спрашивали у меня пожалуйста смотрите поместье родовое которое пожалуйста открыто платите деньги живите внутри внутри сейчас все закрыто мертвый сезон зайти показать не могу но там конечно шикарно шикарно знаете опять же съемку вести не получится потому что там темно я вам один отель показала и ничего там не видно к сожалению а я как куда-нибудь забреду в какие-нибудь вот такие вот знаете старинные постройки улочки да господи тут и бродить долго не надо они тут сплошь и рядом везде и просто хожу сама открыв рот даже тоже вам скину сбоку справа нажимаете на букву и подсказочка кружок такой и вам всплывет видео которое я специально вам оставляю которое каким-то образом связаны с тем что я говорю сейчас так вот оставлю вам видео моя прогулка под дождем оно называется я ходила там вокруг вот как раз такого фамильного родового старого дворца или замка ну скорее всего наверное дворец называется старинной семьи лордов которые его открывают для посетителей раз в сезон можно приезжать смотреть а еще чаще всего эти вот такие вот дворцы они не просто для посетителей а они открываются для каких-то выставок вот тоже такая история довольно популярно распространенная какую-то выставку картин или какую-то выставку изделий натуральных вот предоставляет свой этот родовой замок какой-то большой зал и люди ходят и смотрят вот свернула к сожалению на одну из улиц и вы знаете ветер дует не знаю будет мешать и еще такая история что даже посещают как туристы все любители все желающие могут посетить букингемский дворец вот когда королева наша Елизавета вторая с семьей уезжает из этого своего букингемского дворца в лондоне то он на целый месяц открыт тоже для туристов просто для свободного посещения но там не все открыты конечно помещения там такие как обычно знаете бархатные веревочки закрывают многие проходы но можно пройти довольно по многим залам посмотреть очень красиво там ее портреты портреты всех всего семейства поэтому все это свободно для посещения пожалуйста можно посетить и вот пока вам рассказывала про семейство королевы Елизаветы вспомнила опять же еще один вопрос меня задают что вы думаете по поводу выступления королевы по bbc как обычно ежегодно что вы думаете вот говорят сейчас многие пишут что это не она а ее двойник вот вы знаете ничего я не могу сказать по этому поводу по поводу того что это двойник королевы Елизаветы а не она сама ой не знаю такое вообще я честно говоря не очень интересуюсь этими сплетнями ну иногда интересуюсь конечно когда это уже выхлестывает со всех сторон а вот это я не слышала может быть я уже отстала от жизни может быть это имеет место не знаю потому что например я знаю что ее муж которому сейчас по моему девяносто восемь лет да он двадцать первого года представляете да ему девяносто восемь лет и будет в этом году девяносто девять представить это невозможно ну хотя конечно что тут уж говорить принцы крови у нас бывает обычные доживают люди да до таких лет преклонных а уж ему сам Бог велел с такой медициной но он сейчас очень сильно сдал и вот даже тут говорили перед Рождеством что он не сможет выходить на какие-то мероприятия как обычно королева посещает вместе с ним она посещала со своим мужем принцем Филиппом но сейчас как говорят он ушел на пенсию понимаете вот он в девяносто лет ушел на пенсию и больше он ни на каких-то торжественных мероприятиях не присутствует что уж там с ним такое случилось я не знаю может быть вы что-то слышали бывает и такое у меня мои зрители очень продвинутые вот так даже кто-то поговаривает что сейчас его готовят к операции по пересадке сердца вот такие вот представляете бывают вещи но как наверное тоже вы в курсе по-моему вот этот вот Рокфеллер который прожил ну один из бога Ротшильда и Рокфеллеры как там говорили это самые богатые люди в мире американские английские бизнесмены которые захватили полмира как это все говорят я не знаю правда ли не правда но по крайней мере вот слышала такое что Рокфеллеру этому он умер в 101 год от того что вот ему было в третий раз неудачно пересажено сердце в третий раз то есть ему дважды пересаживали до этого сердца удачно и он дожил до 101 года что делают деньги еще один старинный такой дом сейчас используется под отель вот еще один это bed and breakfast отель кровать и завтрак слышали о таком bedford bed and breakfast весьма распространено такое явление здесь отель самый дешевенький ну и вот тоже прекрасная территория сада сад площадки такие терраски для для прекрасного времяпрепровождения для кофе завтрак как раз здесь на улице да вот так красиво ой ну я не знаю как мне это все нравится друзья здесь тоже видите здесь закрыто это был наверное гриль электрический я захожу во все уединенные уголки показываю вам здесь несметное количество этих красивейших отелей